Добрый вечер, в эфире Вести Карачаева-Черкесия. После жарких дней Карачаева-Черкесию сегодня накрыл прохладный ливень с градом и шквалистым ветром. В Черкесске в результате падения деревьев пострадали граждане. Глава Карачаева-Черкесии выразил слова соболезнования семье. Молодого человека 1988 года рождения, который от полученных травм скончался на месте. Другие пострадавшие на данный момент доставлены в лечебные учреждения, где им оказывают необходимую помощь. Рашид Тимрезов поручил министру здравоохранения лично держать ситуацию на контроле. Глава республики заслушал доклады ответственных руководителей различных служб, глав муниципалитетов. В целом, по республике в результате комплекса неблагоприятных метеорологических явлений были порваны линии электропередач, повреждены кровли и фасады зданий, в том числе социальных объектов. Подтоплены дома, участки дорог и ряд частных домовладений. В других населенных пунктах, кроме Черкеска, пострадавших граждан нет. Рашид Тимрезов дал ряд оперативных поручений главам городов и районов. Аварийно-спасательным и дорожным службам незамедлительно приступить к аварийным работам по устранению последствий стихии. Метеорологическая обстановка в республике остается напряженной. В связи с этим глава республики поручил правительству и оперативному штабу ЧАЭС продолжить круглосуточно мониторить ситуацию и принимать необходимые меры. 15-30, 28 июля 2023 года в городе Черкесск при прохождении комплекса неблагоприятных метеорологических явлений произошли многочисленные падения деревьев. Есть пострадавшие, которые доставлены в Карачаево-Черкесскую республиканскую клиническую больницу. Для ликвидации последствий комплекса неблагоприятных метеорологических явлений привлекаются спасатели Карачаево-Черкесского поисково-спасательного отряда МЧС России, сотрудники 1-й пожарно-спасательной части города Черкеска, Карачаево-Черкесской аварийно-спасательной службы. Группировкой сил оказывается помощь населению. С пострадавшими работают психологи. Всего для ликвидации последствий привлекается 29 человек, 8 единиц техники. В том числе от МЧС России 13 человек, 3 единицы техники. Информация уточняется. Карачаево-Черкесия – лидер по производству минеральной воды. Производство по итогам первого полугодия 2023 года составило более 320 миллионов литров, что в полтора раза больше, чем годом ранее. По данному показателю регион занял первое место среди субъектов России. В настоящее время в республике порядка 20 производителей упакованной воды, в числе которых крупные, такие как Аквалайн, Карачаевский пивзавод, Архыз, Оригинал и другие. Глава республики Рашид Темрезов отметил, что предприятия региона являются призерами международных и всероссийских конкурсов, а производимая продукция признана натуральной и безопасной, отвечающей самым высоким экологическим требованиям. Это существенный рывок в развитии, этому уделяется приоритетное внимание. Особенно учитывая, что текущий год в Карачаево-Черкесии объявлен годом промышленности. Ислам о гражданском долг и патриотизме. В Карачаево-Черкесии проходит семинар и Всероссийская научно-практическая конференция. Местом проведения стал республиканский медресе-интернат в селе Учкикен при содействии Фонда поддержки исламской культуры, науки и образования. О том, как прошло мероприятие, расскажет Дарья Тендит. В Карачаево-Черкесию для участия в семинарии Большой конференции прибыли представители Управления администрации президента Российской Федерации по внутренней политике, полпредства, лидеры духовенства, ректоры всех исламских образовательных учреждений страны, известные ученые-богословы. Их радушно встретили в селе Учкикен, в стенах республиканского медресе-интерната, где больше 10 лет ребята получают религиозное образование. Директор учебного заведения Мухаммад Хаджи Иркенов провел экскурсию по учреждению. Гости остались довольно увиденным. Мы вашу работу видим. Аппарат полномочного представителя президента Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном оборуде. Благодарю вам за вашу работу. Большое спасибо. И хотелось бы пожелать вам достижения всех тех целей, которые вы сегодня поставили перед этим очень важным мероприятием. Спасибо вам. Затем в Маламзале Мандресе состоялся семинар, где говорили о критериях оценки эффективности исламских образовательных организаций. Данная тематика представляется актуальной в свете современной геополитической ситуации. Это конференция, посвященная проблемам патриотизма, формирования гражданской идентичности, долг. Это очень актуально. Это не просто какие-то семиминутные конъюнктурные задачи. Это фундаментальные задачи. Важность исламского образования в нашей стране отметил в своем выступлении на конференции Анатолий Валикжанин, заместитель начальника управления президента России по внутренней политике администрации президента России. Сегодняшняя тема, как вы видите, запредельно актуальна, запредельно значима, невероятно важна. И это серьезный знак, что именно эта тема, тема гражданского долга, тема патриотизма обсуждается сегодня в образовательном учреждении. Боюсь, что-то напутать, но в Святом Писании сказано, что после ухода человека остается только три вещи. Это не вы, с которым он в течение своей жизни оставлял знания, которыми могут воспользоваться другие, и дети, которые могут о нем помолиться. Вот образовательное учреждение, в котором мы находимся, это удивительное сочетание всех этих трех вещей. От имени главы республики присутствующих поприветствовал первый вице-премьер правительства Хазыр Чакуев. Он отметил, что Карачаево-Черкесия – это удивительный край с богатой историей и уникальной культурой. На протяжении многих лет ислам и православие играют важную роль в жизни местного населения. Духовно-нравственные ценности, которые лежат в основе всех традиционных конфессий, позволяют организовывать совместную работу по укреплению межнационального мира и согласия в республике. Убежден, что это мероприятие станет отличной площадкой для отмена опыта и знаниями в области гражданского долга и патриотизма в контексте ислама. И как сказал наш национальный лидер Владимир Владимирович Путин, великий гражданский подвиг совершают люди, преданные отчизне, убежденные в том, что их единство – это мощная непредодобимая сила. На сегодняшний день в стране насчитывается 80 мусульманских учебных заведений, в которых представлены все ступени исламского образования. Собравшиеся, обсудили различные вопросы, обменялись мнениями и искали пути решения актуальных проблем. И сегодня главная цель – формирование патриотизма и культуры межнациональных и межконфессиональных отношений, которые имеют важное значение в социально-гражданском и духовном развитии личности. Патриотизма не бывает у кого? У того человека, кто не любит свою родину, кто не любит свой народ, свою землю. У него нет патриотизма. А кто это все любит и это все поднимает, вот у него есть патриотизм. Дай Аллах, чтобы такие были все. Чувство единения, сохранение памяти о наших героях, любовь к родине. Сегодня важно говорить об этих составляющих с молодежью, отметили участники конференции, ведь от того, как воспитывают подрастающее поколение, зависит, насколько Россия сбережет и приумножит себя. Дарья Тендит, Зумрад Халкечева, Расул Бердиев, Вести Карачаева-Черкесия, Малокарачаевский район. А сейчас прогноз погоды на завтра от синоптиков. В Карачаево-Черкесии ночью и утром местами кратковременные дождь и гроза, в отдельных районах Сильный, с градом и шквалом до 25 метров в секунду. Днем преимущественно без осадков. Ветер западный 6-11, температура ночью 10-15, в горах до плюс 9, а днем 22-27 градусов тепла и местами до плюс 21. В южной части местами высокая пожароопасность. В Черкесии ночью кратковременные дождь и гроза, днем без существенных осадков. Ветер западный 6-11 метров в секунду. Температура ночью 13-15, а днем 24-26 градусов тепла. Печальная весть. Сегодня на 67-м году ушла из жизни наша коллега, журналист, певица, заботливая мама и добрая бабушка Римма Утемисова. Вместе с супругом Магометом они внесли значительный вклад в развитие и сохранение культуры родной республики. Светлая память о Римме Утемисовой будет в наших сердцах. Неутешительная статистика показывает, что летом количество ДТП с участием детей увеличивается. Чтобы дорожные происшествия свести к нулю, сотрудники госавтоинспекции совместно с педагогами дошкольных учреждений республики усиливают профилактическую работу. На одном из мероприятий в детском саду Ивушка-Черкеска побывала Алла Динаева. Сотрудники госавтоинспекции – частые гости в дошкольных учреждениях. В этот раз урок безопасности провел старший лейтенант полиции Заур Капышев. Повторим, как правильно переходить через дорогу. В футболках трех цветов, используемых сигнальными огнями светофора и с красными, желтыми и зелеными шарами, пришли дети из старших групп на мероприятие. Прежде чем подойти к проезжей части, ну к дороге, через которую будете переходить, вы должны сначала остановиться, правильно? Посмотреть по сторонам, посмотрел налево, посмотрел направо, убедился, что автомашин проезжающих нету. Верно, ребятки? А если машина проезжает, мы можем переходить через дорогу? А еще ребятам объяснили, как правильно самокатам пересекать проезжую часть по пешеходному переходу. Своими знаниями после урока безопасности ребята охотно поделились с нами. Когда машины едут, нельзя переходить дорогу, когда машины остановились или проехали, уже можно проходить. Ты знаешь, что такое светофор? Да. На какой свет можно переходить? На зеленый. На зеленый? А полицейский что сегодня рассказал? Чтобы смотреть по сторонам, нет машины, если есть, надо стоять. Это что означает зеленый свет? Идти. Напоминать родителям, что ремень безопасности должен быть пристегнут во время поездки на автомобиле и как себя вести на пассажирском сидении, рассказал детям государственный инспектор отдела организационно-аналитической работы и пропаганды безопасности дорожного движения Управления Госавтоинспекции МВД Покрачева-Черкесии Заур Каппышев. Работа в данном направлении именно касаемо предупреждения детского дорожного транспортного травматизма мы проводим на территории всей республики. И сейчас акцентируем внимание именно на детские сады, потому как сейчас у нас лето и, соответственно, ну, к сожалению, по статистике у нас всегда, как правило, летом количество ДТП именно с участием несовершеннолетних детей увеличивается. И, соответственно, риск того, что попадет ДТП именно ребенок, скажем так, до семилетнего возраста очень большой, вероятность высокая. И поэтому мы стараемся работать именно вот вместе с педагогами, с наставниками в детских садах, именно с маленькими нашими участниками, юными участниками дорожного движения. Детский сад «Евушка» в Черкесске сейчас посещают более 200 дошколят. Профилактическое мероприятие провели детям из старших групп. ДТП «Евушка» в Черкесске, в Черкесске, в Черкесске, в Черкесске. Мы постоянно приготовляем, постоянно приготовляем интересные всякие конкурсы, именно на тематику ПДД, чтобы деткам действительно было интересно, и чтобы реально у них что-то в голове оставалось. И где у нас есть вот эти дежурные группы, по всей республике стараемся проводить вот такого рода профмероприятия. И на районном уровне у нас сотрудники пропаганда, госавтоинспекции работают. Ну и мы, соответственно, тоже стараемся, в городе Черкесске, в ближайших районах также пытаемся эту работу проводить. Такие мероприятия мы проводим в течение года, но в конце года, летом у нас проходит практическое большое занятие, где у нас присутствуют гости, которые рассказывают о правилах дорожного движения. Они с удовольствием ждут уже детки, вот особенно старшие группы помнят, потому что вот в этом году придут к нам дядя милиционер. Они вот даже вот так спрашивают, конечно же, они с удовольствием окружают их и с удовольствием впитывают в себя все, что им рассказывают. Закрепленные детям сегодня простые, но очень важные правила поведения на дороге, возможно, помогут уберечь жизнь. Команда старшеклассников из Черкесии обошла несколько сотен соперников и заняла третье место по СКФО. Команда «Диалог» в лице учеников 10-11 классов общеобразовательной школы номер 6 представляла нашу республику во Всероссийско-исторической интеллектуальной игре 14-18. Игра вошла в Книгу рекордов России по массовости и проводимости в рамках подготовки и проведения международной акцией «Диктант Победы». Руководитель регионального отделения партии «Единая Россия» Руслан Джамбаев поздравил призеров и вручил им памятные сувениры. Игра очень понравилась, потому что, во-первых, нестандартный такой формат. В первый раз у меня, ну я раньше не встречал такое, дистанционная игра, в которой могут принять участие все ребята, ученики со всей страны. Очень много интересного о своей стране, о истории Великой Отечественной войны. Там были очень необычные вопросы и очень интересные ответы на них. Я запомнила почти каждый. Очень понравилось и я получила очень интересный опыт. Я благодарен вам, что вы действительно достойно представили нашу республику. Для нас большая честь сегодня вручить вам те награды, которые вы действительно заслужили. Это все вести на сегодня. Прямо сейчас смотрите шоу «Удивительные люди». Хороших выходных. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова